Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов я изготавливал вот такую заманчивую приманку. Это из семейства спиннингбертов, басбейтов. То есть, само название говорит о том, что она великолепно ловит баса. Но по нашей специфике рыбалки, и у нас на Украине, она с великим удовольствием ловит щуку. Как я уже говорил в фильме, в предыдущем, вариантов изготовления этой приманки существует большое количество. Я продемонстрировал один, вроде бы, простой вариант. И с вашей стороны, со стороны друзей и подписчиков возникло много вопросов. Поэтому я изготовлю сейчас такую же приманку, но с расчетом того, что я не повторяюсь, мы выполним несколько в другом стиле, но такая же уловистая, шумовая приманка. Как обычно, нам понадобится овсетный крючок. Какой вы выберете для себя саби, свою величину. И понадобится проволока, сталька, подкаленная, нержавеющая. Так, чтобы обладала какой-то пружинящим моментом. Нам необходимо выгнуть вот так, специально, чтобы была небольшая скоба колечка, на котором мы будем вязать наш хвостик. Так как у меня спрашивали, что хвостик срывается и все, будет ли долго служить. Вот за счет этой конструкции хвостик у нас служит очень долго. И второй вариант, вы в любой момент можете в это колечко, которое находится в глубине хвостика, подсоединить любую другую приманку и сделать тандемом. Длину необходимо нам подобрать так, что вот здесь кусочек, который уже откушен у меня проволоки, должен у нас находиться вот здесь, с краю. Эта часть мы будем изготавливать потом все тело. И вам необходимо будет подготовить вот такой, своими руками изготовить лепесток на вертлюжке. Как это я уже изготавливал мухоблесны, вы можете посмотреть, спокойно раскусывается. Материал у меня обыкновенный, это алюминий, который с жалюзей. Можно использовать латунь, все, что у вас будет под руками. Можно даже брать те лепестки из тех вертушек, которые уже пришли у вас в негодность. Подберете по величине нашего крючка. Это все необходимо подготовить. И тогда мы сможем приступить с вами к изготовлению всей конструкции. Вначале давайте мы будем изготавливать с вами хвостик. Как я уже рассказывал вам в начале, нам необходимо, чтобы у нас находилась наша конструкция в какой-то одной определенной плоскости. Учитывая то, что мы сделали вот такую, и у нас скоба находится в таком положении, мы ставим нашу скобу в такое положение. Так, чтобы у меня один край был поджат хорошо, а второй, который вот у меня еще в моем зажиме не зажат, мы с помощью нитки будем собирать вот здесь всю конструкцию. Установили нашу проволоку, закрепили нить, промазали клеем, и теперь будем крепить элементы. Хвостик можете изготавливать, и саму кисточку из любого материала, какой сочтете необходимым, вплоть до того, что можете сделать наборку из перьев. Это тот элемент, который будет поддерживать нашу мушку и привлекать нашего хищника. Я буду изготавливать традиционно для себя, это используя мех белый песца и крашеный тоже мех песца. Нанесем еще немножечко капельку клея на наше место крепления. И в зависимости от того, какой вы будете для себя величины изготавливать сам стример, возьмите кусочек меха, который вам необходим. Я подготовил пучок меха, как вы видите, из двух небольших пучочков, для того, чтобы мне можно было вот так, огибая мое цевье, закрепить с двух сторон. Для того, чтобы у меня оно было более правильным и в нужном месте, проследим лишний раз, чтобы нитка находилась там, где положено. Пропускаем, подхватываем с одной стороны, подхватываем с другой стороны, медленно подтягиваем. И теперь нам необходимо подвинуть так, чтобы мы увидели край нашей проволоки, потому что нам залазить за эту черту никак нельзя. Пока нанесем немножечко, буквально капельку клея на место крепления и на сам мех от того, насколько качественно он у нас будет прихвачен, будет зависеть, сами понимаете, качество нашей мушки, как долго она у нас будет служить. Для того, чтобы не было большого нагромождения материалов, я буквально совсем немножечко, не до самого конца подматываю и сразу подготавливаю пучочек красного меха. Пучочек должен быть, ну, значительно меньше, можно с двух, с трех, с четырех частей его, для того, чтобы у меня мех огибал аккуратно белый. Я закрепил красный мех песца, добавил немножко люрекса плоского, голографического, и закрепил теперь вот такое оранжевое перышко флоресцентное. В завершении нам необходимо выполнить обмотку этим пером и изготовить в какой-то степени своеобразную с вами головку. Поэтому мы сейчас выполним из-за пушки пера небольшой вот такой ёршик. Стараемся так, чтобы у нас перо не заходило за наш бортик, который мы для себя обозначили, так как нежелательно нам, уже мы потом в длину не угадаем. Закрепим перо и приступим к следующему этапу изготовления. Немножко еще сырая головка, которую вскрыли лаком. Я подготовил вот такую конструкцию. Взял два шарика. Этот шарик я приклеил на ось моей импровизированной мушки. Теперь нам необходимо с вами вот так выгнуть, сделать коромысло, и в месте, где мы с вами вымеряли, закрепим его. Следим за тем, чтобы у нас совпадало и наша ось не прокручивалась, так как от этого будет зависеть уже в дальнейшем наша мушка. Для удобства я нанесу еще капельку клея, хорошо промотаю, и надо подождать. Пока наши элементы будут еще склеиваться, я из набора вот такого даббинга изготовил головку, подобрал глазки, ну, глазки мы уже с вами неоднократно изготавливали, поэтому я взял из тех, которых я изготавливал, и вверху изготовили крючочек для того, чтобы нам потом вот так можно было закрепить лепесток. Поэтому пока это мы все подготовим, подклеим, и потом с вами встретимся. мы с вами приклеили глазки, закрепили в наш хомутик, который мы вывели заранее, лепесток с вертлюжком, как вы это уже знаете, и вот такая наша необычная приманка готова к работе. Основные узлы и элементы можете менять на свое усмотрение, так как вам будет удобно. Величина также может меняться в зависимости от того, какой крючок. Пробуйте. На джиге проверялась вот такая конструкция, работает довольно-таки хорошо. Так же, как и в моей предыдущей конструкции, вот которую мы изготавливали с вами, она несколько мельче, можно огружать в зависимости от того, на какую глубину мы хотим погружаться с нашей приманочкой. Пожалуйста, огружайте спокойненько вот обыкновенными латунными или вольфрамовыми бусинками. Вот и все, друзья. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.